Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава книги «Бытия», перевод российского библейского общества. Я читаю его для библейского портала «Экзегет». Ну вот, эта часть книги, она посвящена договору Авраама с Богом. Очень долго и подробно. Смотрите, там вся предшествующая история человечества. С высоты птичьего полета, с скоростью экспресса проносятся перед нами все вот это вот. Едва успеваем заметить. Вавилонская башня, потоп. А вот про Авраама долго и подробно, потому что это персонаж, от которого зависит все дальнейшее. И история Авраама – это такая история отложенного обещания. Бог обещает Аврааму многочисленное потомство. Обещает, что это потомство будет ладить землей, по которой странствует Авраам. Но это все никак не сбывается. И более того, в 16 главе Авраам, наконец, получает первого сына. И то не от своей жены, а от наложницы, сына которого зовут Измаил. И вот, казалось бы, хоть что-то произошло. И Авраам может надеяться, что, ну, по крайней мере, Измаил остается с ним. По крайней мере, Измаил будет вот в этих отношениях завета и все такое прочее. Но нет. Божье обещание, оно не вот хоть как-нибудь пропихнуться. Оно про то, что все будет удивительным и прекрасным, просто может быть не сразу. Может быть не так легко, как ты себе представляешь. Когда Аврааму было 99 лет, Господь явился ему и сказал, я Бог всесильный, живи пред лицом моим и будь непорочен. Я заключу с тобой договор и дарую тебе множество потомков. Договор, кстати, уже заключен в 15 главе, формально даже. Но здесь как бы подтверждение или повторение, может быть, этого договора или его конкретизация. Как мы сегодня заключаем договор, а к нему дополнительное соглашение. Авраам полнится, Бог сказал, я заключаю с тобой договор, ты станешь прародителем многих народов. Имя тебе будет не Авраам, но Авраам, ибо я сделаю тебя отцом многих народов. Ну, в общем-то, Авраам и Авраам, по-еврейски Авраам, это почти одно и то же. Ну, вот Авраам это высокий отец буквально. А Авраам, не очень понятно, что вот тот еврейский язык, который нам известен, он напрямую этому выражению никакого значения не придает, но отец многих народов, не высокий, а отец множества. Ну, может быть, какая-то такая древнеархаичная форма. Смотрите, он это обещал уже давно, но здесь переименовывает. Переименование — это новая сущность. Бог дает Аврааму некоторую новую сущность, пусть даже в отношении к нему самому. А не ко всем окружающим людям, которые, может быть, даже и не узнают об этой перемене. Многочисленными сделаю я твой род, целые народы произойдут от тебя, и царями будут твои потомки. У меня будет договор с тобой и с твоими потомками. Договор навеки. Из рода в род я буду твоим богом и богом твоих потомков. Я дам тебе и твоим потомкам эту землю, в которой ты сейчас живешь, как чужак, всю землю ханаанскую. Я дам твоим потомкам вечное владение и буду их богом. В принципе, он подтверждает то, что уже сказал. Тут ничего принципиально нового нет. Бог сказал Аврааму, но и ты должен соблюдать договор со мною, а после тебя твои потомки из рода в род. А вот Авраама, он призывает к какому-то новому требованию. Вот условия моего договора с вами и вашими потомками. Все мужчины у вас должны быть обрезаны. Вот то самое обрезание, которое сегодня практикуют иудеи и мусульмане. Обрезание крайней плоти или обрезание, так и так говорят. Соблюдайте этот договор. Обрезайте себе крайнюю плоть в знак договора со мной. Каждый новорожденный мальчик у вас должен быть обрезан на восьмой день. Пусть так будет из рода в род. И тот, кто родился в твоем доме, и тот, кто не от семени твоего купленного и на племенников, непременно должны быть обрезаны и тот, и другой. И родившийся в доме, и купленный. Так договор со мной, договор навеки будет запечатлен на вашей плоти. А необрезанный тот, чья крайняя плоть не обрезана, будет истреблен и отторгнут от народа своего за то, что нарушил договор со мной. Какое странное требование. Если Бог сказал, будь таким высоконравственным человеком, помогай бедным, или будь таким сугубо молитвенником, строго постись, исполняй какие-то обряды, ритуалы. Да, мы бы это поняли. Это вот то, что мы обычно связываем с религиозными какими-то обязательствами, с жизнью перед Богом. Он ему говорит, соблюдайте только один обряд, один ритуал. Обрезайте крайнюю плоть. Даже как не очень прилично обсуждать это подробно, что они это делали. Зачем? Просто как знак. Просто как знак того, что они состоят в этом договоре с Богом. Просто как знак того, что они готовы на это пойти. Что-то такое, что не увечит, не калечит человека. Да, было много разных древних обрядов, когда люди действительно вот перед своими божествами языческими, как правило, они себя там калечили, делали себя вот инвалидами для того, чтобы таким образом показать свою полную преданность этим самым божествам. А здесь какой-то не очень такой обременительный, но и такой, который сам по себе делать не будешь обряд. Вот какой-то знак, который всегда виден, но который не заметен посторонним, который остается самим человеком. Может быть, как символ того, что человек стремится изменить себя перед Богом, стремится сделать себя таким, каким Бог хочет его видеть, но не выставляет это на показ. Что-то такое, что связано с его самостью, причем с его мужской самостью. Вот я такой мужчина. И вдруг вот, а вот не совсем такой, каким я, может быть, был рожден. Вот надо что-то изменить, надо что-то в себе попробовать исправить, от чего-то отказаться ради Бога. Пусть от какой-то малости, без которой, в общем, можно совершенно спокойно жить. Но отказаться и так, чтобы об этом ты всегда помнил. Еще Бог сказал Аврааму. А ты не жена твоя будет зваться не Сара, а Сарра. Ну, двойное имя, как и у Авраама, по сути дела, повелительница. Здесь Сарр — это князь, царь, и вот Сарра — это княгиня такая. Я благословлю ее и дам тебе сына от нее. До сих пор есть только от Агари. Я благословлю ее, и целые народы произойдут от нее. И потомки ее будут царями. Ну, вообще-то она до сих пор бездетная, и ничего из этого никак не может сбыться. Авраам полнится, но про себя подумал, усмехнувшись. Рождаются ли дети у столетнего старца? Сарь ли рожает 90 лет? Ну, то есть, ну, Господи, о чем ты говоришь? И он сказал Богу, пусть хоть жизнь Измаила будет угодна тебе. Ну, вот один у меня есть, вот его мне сбереги. Бог сказал, Сарра, твоя жена родит сына, и ты дашь ему имя Исаак. С ним и с его потомками я заключу договор, договор навеки. Я вняла твои просьбы об Исмаиле, я благословлю его, сделаю его род плодовитым и дарую множество потомков. Двенадцать вождей произойдет от Исмаила, он станет прородителем великого народа. Но договор я заключу с Исааком, которого Сарра родит себе через год в это же время. Вот Авраам говорит, ну, Господи, не надо так себя утруждать, это все, вот это слишком. Не надо, не надо, я обойдусь. Бог говорит, нет, все будет именно так. Так, полумеры не для меня, говорит Бог, вот я обещал, это у тебя будет. Так сказал Бог Авраам и отошел от него. В тот же самый день Авраам обрезал крайнюю плоть и своему сыну Измаилу, и всем мужчинам, принадлежащим к его дому от рождения, и всем купленным за деньги рабам, всем мужчинам в доме. Он выполнил все, что повелел ему Бог. 99 лет был Аврааму, когда он был обрезан, но, между прочим, в старости не такая уж легкая, видимо, процедура. А Измаилу его сына 13 лет. Ну, этим, кстати, объясняют, что в исламе у арабских народов обрезание делают не в младенчестве, а в возрасте уже постарше. Ну, обычно гораздо раньше, чем 13, но все-таки уже вот относительно взрослых детей. В один и тот же день были обрезаны Авраама, его сын Измаил, и все мужчины в доме Авраама, и те, кто принадлежал к его дому от рождения, и купленные на племенников рабы. Зачем такая подробность? А вот у него было одно единственное условие, он его выполнил. И стал ждать, когда Господь выполнит свое. Субтитры сделал DimaTorzok